Здравствуйте! Еще раз хочу представиться. Меня зовут Оксана Харчук. Я работаю тестировщиком в DataArt уже чуть больше года. Работаю я довольно-таки на очень интересном проекте. И хотелось бы рассказать о опыте, который я приобрела за этот год, и поделиться с ним с вами. Для начала, чтобы мы немножко все включились в тему, отошли от фотографий, и сказали, я хочу вам задать один вопрос. Какие у вас вызывают чувства слово «релиз»? Потому что, когда я пришла, для меня «релиз» это было что-то страшное. Поэтому хотелось бы знать, какие у вас эмоции вызывают это слово. Я уже разучал, я уже не знаю, что я не знаю, когда я это слышал. Да. Ну, в общем, я думаю, что примерно вот так это все выглядело для нас, когда мы только начинали переходить на эти процессы, и все казалось таким вот необъятным, и что мы будем с этим делать, и как мы с этим будем жить. Но мы непосредственно с этим ознакомимся. Но для начала я хотела бы, конечно, рассказать немного о теории, а потом уже перейдем к практике. То есть сначала нужно, конечно же, сказать, на чем это основано. Значит, мы используем в своем проекте, реализовано у нас все с помощью такой практики, как Continuous Delivery. Что же это такое? На самом деле Continuous Delivery – это набор практики принципов, нацеленных на сборку, тестирование и поставку ПО быстрее и чаще. Ну, конечно же, это все опирается на Continuous Integration. Наверняка уже многие слышали это. Но повторюсь, Continuous Integration – это практика разработки программного обеспечения, которая заключается в выполнении частых автоматических сборок для скорейшего выявления и решения интеграционных проблем. Наверное, все понимают, что если над разными частями кода трудятся несколько программистов, и потом это все интегрируется, то здесь возникает куча проблем. Вот с этими проблемами как раз и помогает справиться Continuous Integration. Как это происходит? Значит, Continuous Integration – что он подразумевает? Девелоперы выкачивают из репозитория код, делают какие-то изменения, и потом коммитят этот код опять же в репозиторий. После коммита автоматически собирается билд, прогоняются тесты, и отсылается репорт о том, что у нас коммит прошел, все хорошо, и дальше приступают уже непосредственно к работе тестировщики. Вот смотрите, на этом слайде мы видим поплайн, то есть здесь детально показано, я не знаю, наверное, до конца. Но я постараюсь озвучить все, что здесь есть. Значит, вот это то, что происходит после коммита. Когда девелопер закоммитил, первое, что прогоняется, это у нас jar-файлы, потом var-файлы, и вы видите, как все распараллельно, но об этом я расскажу чуть позже. Смотрите, потом у нас прогоняются external сервисы, дальше integration тесты, javascript тесты, статический анализ кода, и еще у нас прогоняются тесты с базой данных. После того, как эти все процессы прошли параллельно, переходят последовательные действия, то есть у нас здесь валидационная сборка, потом инсталляция самого билда и развертывание на тестовом проекте, на тестовом окружении, простите. И после того, как у нас уже непосредственно развернуто приложение на тестовом environment, уже непосредственно загоняются с линием тесты. Хочу оговориться, что вот так происходит не на каждом проекте. То есть эти, как сказать, плюшки дорабатывают девелоперы для себя, чтобы быть уверены в том, что они закоммитили и не натворили. Да. А можно спросить, что за тесты? Интересно, ваннольные или на все же не бывает? Нет, просто в институте. Это юнит-тесты, которые сами... Конечно, девелоперы пишут сами юнит-тесты. Я расскажу о том, как будет дальше. Давайте по порядку все будем делать. Да. Теперь оговорюсь сразу, что бывает очень часто люди путают. Continuous delivery и continuous deployment. Но здесь существует одна разница. И эта разница явно видна на схеме. То есть если мы говорим о continuous delivery, то тут не исключается шаг человека, то есть мануального тестирования. А если мы говорим о continuous deployment, то там все автоматизировано, и мануальных тестировщиков не касается к этому процессу. Но я расскажу о continuous delivery. Как я говорила, в чем суть этого мануального шага. Для того, чтобы вы не подумали, что у нас ежедневные релизы, это хорошо, вы можете спросить, а вы каждый день релизите новый функционал? Вы каждый день разрабатываете что-то и сразу же выпускаете в продакшн? Конечно же нет. На проекте мы используем всю ту же методологию agile. Наверное, тоже вам всем известно, что это за методология. Это гибкая методология. Каждый этап этой методологии – это уменьшенный вариант IT-проекта. Проводится планирование, анализ требований, проектирование, в общем, все, что нужно для проекта. И по окончании итерации заказчик получает готовую версию IT-проекта. Ну и в дальнейшем продолжается разработка. На этой схеме явно видно, что на каждой итерации какие происходят планы. Вот точно так же и у нас. Когда мы разрабатываем новый функционал, я сразу скажу, что мы это называем новой фичей. Мы проводим все эти стадии. То есть и у нас нет ограничения во времени. То есть если мы разрабатываем какой-то новый функционал, это не обязательно будет делаться 2 дня, 3 дня, 2 недели, месяц. Сколько отложено времени на этот проект, столько он и будет разрабатываться. Только потом он пойдет в продакшен. Но здесь возникает следующий вопрос. А как быть, если коммит происходит постоянно, у нас continuous integration, как же скрыть этот код, который будет реализовать новый функционал? На помощь к этому к нам приходит конфигурационный флаг с помощью которого девелоперы скрывают тот код, который отвечает непосредственно за новый функционал. То есть когда происходит разработка нового функционала, весь код, который реализует этот функционал, скрывается фичи-флагом. То есть конфигурационным флагом. То есть изделения нет. Ну то есть это не просто отдельные ветки какой-то. То есть это они, например, на какой-то мастер-коммиттер, код скрывается под фичи-флагом. Если, допустим, у нас действительно нужно такое изменение, которое не подвержено фичи-флагу, то это, естественно, сначала происходит на тестовом environment, где мы это все проверяем, только потом идет релиз. Да, бывают такие изменения, которые никак невозможно покрыть фичи-флагом. Но мы говорим сейчас о как бы таком решении, когда все можно покрыть фичи-флагом и как у нас происходит это все. То есть как мы его разрабатываем? Для начала мы, естественно, получаем требования. После чего Коа-команда анализирует и выясняет это требование и начинает писать тест-кейс. В процессе всего этого идет процесс разработки. То есть разработка идет наравне с написанием тест-кейса, с анализом, требованием. Это все идет параллельно. После того, как разработчики говорят, что вот все, вы можете начинать тестировать, мы включаем фичи-флаг на каком-то тестовом environment, на котором нам удобно, удобно тестировщикам, и там уже тестируем этот функционал. Пока происходит тестирование, наши автоматизаторы Selenium Team, они начинают процесс разработки автоматических кейсов. И в это время они разрабатывают автоматизированные кейсы, мы находим баги, девелоперы фиксят, и проводим регуляционное тестирование уже как бы заключительное для этой фичи. После чего, если все довольны, да, баги пофикшены, все хорошо, принимается решение о том, что этот новый функционал будет идти в продакшн. Как это делается? Смотрите, у нас был фичи-флаг выключен. Для того, чтобы… на всех environment, кроме одного. Для того, чтобы код попал в продакшн, нужно этот фичи-флаг просто включить. То есть девелопер коммитит включение этого фичи-флага, и непосредственно этот фичи-флаг, enabled code, и мы уже видим, что код у нас доступен на каждой странице, на каждом environment, и на каждом environment мы начинаем тестирование. Что происходит дальше? А дальше… Я потом об этом скажу. Классный вопрос. Я скажу, да, просто давайте сначала расскажу, как все в идеале, а потом поговорим о том, что бывает, когда не все так гладко, не всегда хорошо. Да, как обычно бывает. После того, как у нас фичи-флаг включен, наш код попадает на тестовый environment. И вот на тестовом environment каждую ночь у нас прогоняются acceptance-тесты. И эти тесты прогоняются даже два раза за ночь. То есть у нас есть acceptance-set, селением тестов, которые прогоняются даже два раза за ночь, но чтобы исключить рандомное падение. И говорю сразу, чтобы, допустим, этот acceptance-set покрывает все high-priority кейсы. То есть понятно, чтобы было всем, да? Вот. Каждую ночь они пробегают. Наша суперселением Тима разработала нам такой отчет, с помощью которого мы можем просматривать полностью все результаты по автотестам. И, естественно, приходя с утра, мы видим, что не все так гладко. Бывает 1-2% тестов, которые упали, скипнулись по каким-то причинам. Но мы должны убедиться в том, что там нет бага никакой. Для того, чтобы в этом убедиться, мы, конечно же, перепроходим эти автотесты. То есть с утра вся команда пришла, открыла отчет, перепрошла автотесты. Если все хорошо, она пишет заказчику, все хорошо, мы можем релизиться. В этом случае наш код деплоится на промежуточный environment. Этот environment очень схож с продакшеном. И на промежуточном environment мы проводим acceptance тестирование. Acceptance тестирование проводится как коа-командой, так и селением тестами. То есть параллельно тому, как мануальные тестировщики проводят acceptance тестирование, параллельно этому бегут автотесты. Когда уже все закончили, всех все устраивает, никаких багов не найдено, естественно, мы отписываемся заказчику, что acceptance тестирование прошло, все довольны, мы можем идти в продакшен. После этого код релизится на прод, и на проде еще мы проводим смог тестирования. Но, конечно же, это самый идеальный вариант. Когда все хорошо и нет никаких багов, теперь поговорим о крайностях. То есть бывает такое, что, естественно, мы приходим и, допустим, нашли какую-то баг. Хорошо, если это, допустим, какая-то минорная бага, и с этим можно жить. А если это какой-то действительно критичный баг, который нужно пофиксить, и что же тогда делать? В этом случае релиз останавливается. До того момента, как не будет пофиксить этот баг. Если баг находится, мы знаем, что мы его пофиксим до конца дня, допустим, то в этой ветке отрезается новый тег, и эта же ветка, но только с новым тегом, релизится на промежуточный environment и дальше на продакшен. То есть, чтобы вы понимали, не бывает такого, что вот сегодня мы не зарелизили, потому что у нас баг, а завтра отрезалась новая ветка автоматом, потому что каждый день у нас автоматически отлажен процесс. Каждый вечер, в 9 вечера у нас отрезается бранч, который потом мы будем релизить. То есть, чтобы вы понимали, что пока мы не зарелизим то, что было отрезано, мы дальше не пойдем. У нас бывает такое, да, бывает такое, что нет 3 дня релиза, потому что, ну вот, вечно что-то не так. Ну вот то-то, то-то-то-то. Но все равно мы релизим... Минорные вещи фиксятся потом следующим релизом. Да, ну, допустим, если это какая-то минорная вещь, смотрите, сегодня мы, допустим, нашли эту багу, ну, она там, ну, минорная, да, вообще. Мы можем ее зарелизить завтра, этот фикс в новой ветке, то есть, закоммитить в транк, в транке проверить это все, и в бранче уже зарелизить на следующий день. То есть, в чем, как бы, привилегия, да, или релизов, да, вот, в том, что вы сегодня нашли какую-то минорную багу, завтра вы ее пофиксите, ее уже не будем. Вам не нужно ждать 2 недели, 3 недели, пока у вас будет релиз, и вы это все пофиксите. Ну, конечно, для стартапа это, для стартапа это организовать не получится. То есть, если у вас есть готовое приложение… Смотрите, если приложение есть, вы просто нарастаете на нем, вы его поддерживаете, вы постоянно добавляете какой-то новый функционал, убираете старый функционал. То есть, это все можно реализовать, и это все подходит. В чем плюс? Если заказчик хочет фичу сегодня, и получить за это деньги сегодня, то вы это делаете. То есть, вам не нужно ждать 2 недели. Почему мы перешли на этот процесс? Потому что, когда я только пришла сюда, да, у нас был процесс очень растянут. То есть, у нас какая-то фича попадала на прод чуть ли не через месяц. Ну, вот они придумали, это попадет аж через месяц. То есть, сегодня, если продукт-менеджер придумал что-то, то оно может быть на проде уже через неделю, и заказчик уже с этого будет получать свои деньги. Нет, такого не бывает. У нас, смотрите, у нас, покрыто 80-90% нашего, даже 90% нашего функционала покрыто кейсами, автоматическими кейсами. И каждую ночь они пробегают не только в бранче, но они еще успевают пробегать и в транке. То есть, по разным инвайроментам, там, допустим, у автоматизаторов есть 4 тестовых инвайромента, на которых они могут загонять свои автотесты. Но все равно это сложно, потому что, когда вы релизите, и бюзер не успевает скачать и попользоваться нового продукта. А, мы не качаем. У нас онлайн-приложение. Не важно. Фиксинг, да? Бывает такое, вот как задавали вопрос о том, что вот нет ничего, да? Вот ничего, никакого тикета там, ну я не знаю, но это редко бывает, чтобы ничего не было закомечено, никаких изменений мы не релизили. Но вдруг такой есть. Процесс релиза не останавливается, потому что он должен быть повторяемым. Мы должны держать планку. То есть мы не можем сказать, а, мы сегодня ничего не релизим, так давайте не будем. Нет, такого не бывает. Процесс релиза должен быть повторяемым и надежным. Мы отлаживаем этот процесс, мы не можем его остановить. То есть если он есть, его нужно делать. Да? У нас отлаженный процесс. Если вы будете постоянно останавливать этот процесс, то у вас не будет такой отлаженности. До такой... Смотрите. Давайте так. Это просто... Фикс багов по приоритетам же, правильно? Фикс багов по приоритетам. Ну конечно. То есть там не фиксятся, в первую очередь, приоритетные баги. И такие, которые... Бывают фиксятся, ну и минорные баги. Как бы не бывает такого, что... Как объяснить? Если мы, допустим, отладили процесс, у нас весь процесс почти что автоматизирован. То есть человек принимает участие только в одном шаге. Если мы будем это делать тогда, когда нам закончится, как же мы будем его автоматически запускать? Ну вот сегодня нам не хочется релизить, давайте это все автоматику выключим. А давайте будем... Нет. То есть все отлажено автоматически, все засетаплено, все... Ну то есть человек не принимает участие. Все сделано по времени, по расписанию. Нет, смотрите, я рассказала вначале, с чего все начинается. Если мы приходим и на тестовом инвайроменте мы видим, что у нас, допустим, тесты падают в любом случае. Не бывает такого, что стата стопроцентная, но это идеальные должны быть условия вообще, вакуум какой-то. Поэтому в любом случае есть какие-то падения. Это рандомные падения. Бывает, что падение... Бывает, что бага живет там, ну как бы... Мы о ней не знали, тут она как бы появилась, и мы потом заводим тикет, и... То есть в любом случае вы должны понимать, что процесс отлажен, и даже если вы ничего не релизите, вы должны зарелизиться, потому что у вас отлажен процесс, и вы не должны его останавливать, потому что потом у вас будет... Когда вам нужно будет зарелизиться, у вас что-то рухнет, потому что оно не было отлажено до такой степени. Вот, давайте теперь поговорим, перейдем к следующему слайду о том, что делает же КОА, мануальная КОА, потому что складывается впечатление, что все автоматизировано. А что же мы тогда делаем? Зачем? У нас довольно большая команда на проекте, и что же мы делаем? Ну, как я и говорила уже, мы выясняем и анализируем требования. То есть когда Project Manager составляет требования, зачастую очень много упускается. То есть именно мы, тестировщики, выясняем, и иногда даже находим такие требования, которые действительно нельзя упустить. И, естественно, когда нам Project Manager передает Project страницу, мы вносим их, и потом уже опираемся, когда пишем тест-кейс, опираемся именно на эти требования, чтобы потом не возникало вопросов. А почему так? А с чего вы взяли? У нас есть Project страница, на которой мы документируем все это и опираемся во время работы. Также КОА оценивает затрату времени на работу с проектом. То есть когда Project Manager спрашивает вас, а сколько вам нужно времени, чтобы написать тест-кейс, мы должны подумать, сколько нужно, да? А сколько вам нужно времени, чтобы протестировать это все? То есть КОА должен оценить не только сколько ему надо, чтобы написать, протестировать, а еще сколько уйдет на то, чтобы это все пофиксить баги, потом еще провести регрессионное тестирование и только потом сказать, когда можно будет это зарелизить. То есть сразу нужно оценивать это все. Ну, как я и говорила, это работа с тестовой документацией, это написание кейсов, составление чек-листов и, естественно, баг-репорты. Далее мы проводим на нашем проекте функциональное тестирование, регрессионное тестирование и кросс-браузерное. Почему я сказала кросс-браузерное? Потому что у нас веб-приложение и, естественно, в каждом браузере свои баги. Поэтому мы, естественно, тестируем во всех браузерах, которые мы поддерживаем. И также КОА занимается тем, что поддерживает релиз. То есть это перетестирование зафейленных тестов каждое утро, акцептанс-тестирование и смоук-тестирование. Но это не говорит о том, что вот вся команда сидит и занята только релизом. Нет. Релизом заняты, допустим, те люди, у которых есть больше свободного времени. Команда самоорганизующаяся, каждый находит себе работу. То есть сегодня Коля пишет кейсы, а Вася поддерживает релиз. Еще в эту роль я не включила роль релиз-координатора. То есть когда проходит релиз, и представьте себе, нас 9 человек КОА, и каждый будет писать, вот, а мне там, я нашел ту багу, я нашел ту багу, и это все заказчику. То есть чтобы не было таких многословий, есть один человек, который отвечает за релиз, и который отписывается заказчику, что у нас вот такая-такая проблема, нам нужно это решить, что мы будем делать, и ведет непосредственные переговоры. Что делает КОА автомейшн? Ну, естественно, они разрабатывают автоматизированные кейсы, поддерживают существующие, потому что если их не поддержат, не будут актуальны, поддерживают релиз, и поддерживают регрессионное тестирование. Но оговорюсь о том, как поддерживать релиз. То есть от Selenium Team у нас тоже есть релиз-координатор, который отвечает непосредственно за тесты, которые пробегают каждую ночь, и он непосредственно занят только ими. Он не бегает никуда на другие таски. У него есть одна таска, которой он занят, то есть он занимается непосредственно релизом. Все. Человек знает, что ему нужно делать. И он тоже непосредственно может общаться с заказчиком и говорить ему, что вот такие и такие проблемы возникли с тестами, и дальше решать все вопросы. И поддержка регрессионного тестирования. Конечно, у нас мы проводим регрессионное тестирование, и для того, чтобы запускать автотесты, мы часто просим наших автоматизаторов это сделать там, что нужно прогнать, посмотреть. И, естественно, их тоже нужно поддерживать. Они этими заняты. Так. И еще про релиз хотела сказать, что от стороны заказчика у нас тоже есть человек, который занимается непосредственно релизом. То есть мы не пишем, кому попало, да? Есть человек, который отвечает за этот процесс, с ним можно решать все вопросы. Вот. И хотела бы сказать о принципах, принципах, которые я выделила для себя. Вот. Что нужно для того, чтобы процесс был... Но это не все, конечно, можно об этом дискутировать очень много. Вот. Но процесс релиза и деплоя должен быть повторяемым и надежным. Это то, что я говорила. То есть нельзя, если у вас нет ничего, вы ничего не релизите, нельзя останавливать процесс. Процесс, это как запустили машину, все, она должна идти вперед. Остановки нет. Дальше. Это, естественно, автоматизированные тесты. Без автоматизированных тестов процесса не будет. Функционал должен быть покрыт на 80-90%. И еще самое главное, что нужно часто проходить по уязвимым местам. Если вы видите, что в этом месте вас очень часто падают тесты или очень много багов, то есть это нужно тестить часто и убеждаться в том, что что-то фиксится, что-то с этим предпринимать, а не отложить его на потом, потому что там проблемная область. Хотелось бы сказать, что нужно строить качество сразу. Это больше относится, наверное, не только к девелоперам, но и к коа. То есть у нас есть такая практика, что бывает такое, что мы проверяем баги на локальных машинах девелоперов. Дабы не допускать того, чтобы баги проходили в транк, то есть коммитились в общей репозитории, мы смотрим их локально на машине девелопера. Когда девелопер видит, что мы пишем ему, вот, нет, ты не пофиксил то-то, то-то, он фиксит это у себя локально. Да, есть риск в том, что когда он это все задеплоит на тестовый environment, мы, естественно, еще раз это смотрим, потому что мы не можем быть уверенными, что на тестовом environment что-то не пролезло там. Бывает и такое, что вот локально у девелопера все хорошо, мы говорим, да, все пофиксено, когда он это закоммитит, у нас что-то валится. Бывает такое, но как бы эта практика довольно часто помогает, потому что даже такие минорные вещи, которые девелоперы зачастую не замечают, или ты там говоришь, вот требование было такое-такое, он говорит, ты этого не видел, где это написано. И ты говоришь, да вот это написано, давай посмотрим, и вместе это все пофиксим. И, естественно, его дешевле пофиксить на машине девелопера, чем закоммитить его, потом опять коммитить фикс для этого бага. Вот. И, естественно, что каждый несет ответственность за релиз. То есть, если вы думаете, что вот команда, в команде каждый человек несет ответственность за релиз. И каждый девелопер, каждый КОА, который участвует в этом всем процессе, да. И еще хотелось бы сказать, что хороший плюс этому всему, это то, что у нас хорошо отлажены коммуникации. То есть, если в команде нет хорошо отлаженного общения, то ничего такого не будет. Если у нас что-то возникает, мы можем написать любому девелоперу и спросить у него, что, как и почему так вышло. И точно так же они нам могут написать, да и что-то интересует. Ну вот, вроде бы все так хорошо, да, но есть и минусы этого всего. Ну, самый, наверное, большой минус для меня это рутина с этого процесса. Потому что каждый день, приходя, мы видим одно и то же приложение и проводим, прогоняем тесты, и это все одно и то же перед глазами, естественно, мы можем что-то упустить. Но для этого мы пытаемся в своей команде разбивать это все по компонентам и потом менять это все, чтобы вот сегодня ты там тестишь одну часть, а там через неделю ты потом вернешься к ней. То есть, мы стараемся не тестить одно и то же, чтобы оно не примелькалось перед глазами, потому что потом теряется способность видеть баги в одном и том же, да. Ну а главное достоинство, как я уже говорила, это довольный заказчик, потому что действительно сейчас он может получать то, что хочет, гораздо быстрее. И если он хочет получать, получить там какую-то фичу, добавить какой-то функционал и получить за это деньги сегодня, то он это может сделать. И как бы, причем процесс настолько отлажен, что буквально вот сегодня мы с утра пришли, у нас, не, мы завтра просто багфиксинг, в обед уже смотрим, вот, нет, завтра мы релизим такой-то. То есть, проектики, да, они разбиваются на маленькие, но они действительно как бы позволяют улучшить и функционал, и довольно-таки динамически все происходит. Нет никакого застоя, там, код-фриза и всего остального. То есть, все происходит довольно динамически, и как бы в этом плюс этого всего. И если сейчас спросить, боитесь ли вы слова релиз, то я вам скажу нет, потому что я с ним каждый день работаю, и это вообще не страшно, ну, в нашем случае. Ну, а теперь вопросы. Уже? Ну, давайте. Ну, если вы на первой стадии допустили, я имею в виду, когда вы проверяли баг, и вы там сказали, что он фикс, а он не фикс, и вылезло что-то, то это ваша вина. И точно так же, когда девелопер фиксил, то есть, он уже должен смотреть на то, что он сразу должен фиксить хорошо, а не так. Ну, пофиксу, а там потом посмотрят, как будет. Ну, выше. Спасибо! А мы, значит, внизу, ну да. Если Коа-команда пропускает баги, это тоже их ответственность, то есть каждый несет. Не бывает такого, не бывает такого, что вот, а я сегодня вообще там, нет, каждый несет ответственность за релиз, потому что все задействованы в процессе. Если вы, допустим, на изначальной стадии поняли неправильное требование, то это ваша вина. То есть, а если, и пошло дальше, девелопер допустил ошибку, и все-все-все, ну, тут как цепочка. Один допускает ошибку, оно на всех отразится. Это наш заказчик придумал. Нет, наш заказчик, он хотел быстро получить доход, потому что его не устраивало то, что он хочет видеть это через два дня, оно через месяц появляется на проде. Это не устраивает вам. Пожалуйста. Каждый длиной процесс одинаковый для каждого релиза, не понятно. Примерно, для крупного проекта с комплексов может быть большего, то есть у вас было 80-15% действия ассоциирования, это больше как утопия, нежели реальность. То есть, водяр нормальное ассоциирование может занять больше, чем один день. Ну, я еще раз говорю. не было новых фич, ничего особо не было, но тем не менее, все равно это случилось, вынуждены делать полный сход тестирования, только потому, что они должны это делать, то есть по новым делам. Хотя ничего нового нет, что на метро не стоит. Хорошо, давайте еще раз разложу, понял, запутались. Смотрите, мы каждый день не релизим новый функционал, то есть если у вас, мы каждый день не релизим новый функционал, функционал обязательно в любом случае релизится под фичи флагом, если это действительно большой проект, как вы говорите, не знаю, там на 100 кейсов, да, допустим, бывает, но больших проектов у нас довольно-таки немного, много, потому что все понимают, ну, мы их стараемся разбивать на маленькие. Потом, значит, этот проект будет релизиться тогда, когда ему назначена дата. Если мы хотим это в пятницу, значит, в пятницу включатся фичи флаг, и оно будет в пятницу на проде. Если, допустим, вы хотите там сказать, что нет фичи флага, в этом случае девелопер может сделать у себя локально, локально тестировщики пойдут протестируют это, он это закоммитит, мы потом протестируем это еще все вместе на DevEnvironment, но это только для маленьких. Допустим, там вы меняете бэкграунд на какой-то страничке, да, мы его протестим в разных браузерах, и это все возможно за один день. Есть, смотрите, на тесте, который прогоняется тест у нас каждую ночь, здесь Acceptance Set, который включает весь основной функционал, то есть все основное. Если, допустим, мы релизим новый функционал, то к этому основному добавляются еще тесты, то есть мы добавляем High Priority туда тесты, допустим, там 5 тестов в раз добавили в этот Acceptance Set, что вот у нас новая фича, и ее прогоняем. Можно ли не добавить тесты, которые одна уже здесь? Мы добавим эти тесты, почему мы их не добавим? Мы можем в следующий ответ. Еще раз повторить, не слышно. У меня даже есть мануальное тестирование, которое предполагается, что она частично автоматически все-таки покроет. Потому что если в чем мы заглядили куда-то будет фича, автоматически нет, то есть мануальные ребята, которые что-то проверяют и скажут, если релизится новая фича, то обязательно и на нее нет. Вы имеете в виду, что если мы релизим фичу, и на нее нет автотестов? Такое? Не важно, мануальные тестировщики. которые могут это все посмотреть. Это какой-то нормальный баг, на который не идет в полный исход скидывание, но произвело какую-то репрессию. Ну почему? Accept and Set прогоняется каждую ночь. Вне зависимости от того, релизим и функционально не релизим. Каждую ночь бежит, вот там у нас бежит 700 кейсов. Вот 700 кейсов. Конечно. Да, только к нему бывает добавляются новые тесты, а бывает не добавляется ничего. нет, это неплохо, это хорошо. Нет, такого не бывает. Это все рассчитано. Такого не бывает, что у вас до столько много тестов, что они не успевают пробежать за один день. Такого не бывает. Давай. Какое время проходит это обязательно это среди нас или уже подстоит? Ну, запланировано, конечно, это все на утро, но зачастую это все подходит к вечеру. А утром для Украины есть 3-2 и 9-7 часов праздника? Ну, это уже так повезло. Чуть-чуть другой вопрос, Даша на вечер. Вот прошел релизм и положила тестовый продаж и продаж как бы говорят. Такого не бывает. Мы же просматриваем это все на продаже. В нашем случае такого не бывает, потому что отлажен процесс. нет, вот реально. Да. Да. Должна задержаться и должно быть, мы говорим, переработать. Опять же, стык. я поняла вопрос. Смотрите, если, ну, я не знаю, это что должно быть, гром среди ясного неба, наверное, чтобы лег продакшн, да, но в этом случае как бы всегда, ну, у нас нет такого, наверное, потому что у нас заказчик, наверное, не с Нью-Йорка, поэтому у нас нет таких проблем, да, но в этом случае все это оговаривается, и в данном случае у нас отлажен проект, проект настолько все отлажено, что вот таких вот ситуаций как раз таки не бывает. Тем более, что у нас есть промежуточный environment, схожий с продакшеном, на который мы можем задеплойить и посмотреть, как это все пройдет. Да. Если у него новый пич настолько много, то, 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 сегодня там он сделал новый пич, завтра я, после завтра она. У нас есть тестовые environment, на которых мы это все можем включить и проверить интеграцию. То есть есть environment, на которые для нас сделаны, да, и мы на них каждый день все ломаем там и ломаем, и даем, и заводим баги, понимаете? Ну, завтра третий, четвертый. У вас каждый день релиз, вам не нужно все вот так вот, как, ну, допустим, в одной итерации вы разработали пять проектов, вы это все релизите, и потом у вас вот эти проблемы. То есть здесь вы все разбиваете на дни, у вас нет этих проблем, как раз вы избегаете этого всего. То есть, получается, накопился уже какой-то скол, который нужно зарелизить, да, и вы его постепенно выкатываете. Но у нас не бывает накопившийся, то есть мы постепенно релизим все, не бывает такое, что вот, токеный, да, но это уже да, то тогда лучше зарелизить это все постепенно, да, лучше зарелизить, чтобы избежать этих проблем, чтобы потом не было, как говорят, продакшен лег, и все, хавайся. Да, все это параллельно идет. Да, поезд идет, не останавливается. Всегда. Да, да, да. Все расписано, то есть есть план, распланировано, какие проекты будут, когда они будут, допустим, смотрите, есть об камен релизис, то есть сегодня у нас будет то, завтра, то, завтра, то и так, расписано, да, там, на неделю, или на две недели. И мы знаем, что вот сегодня релизится это, мы идем и смотрим, это ли нормально. То есть нет такого, что, да, давайте сегодня это зарелим, нет, такого не бывает. А если багу нашли, то просто... Да, да, ну, если багу нашли, девелопер закомитил, она автоматом уже в транке, после того, она на следующий день, значит, будет уже на бранче. Да. да, 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 оцениваем, да. Да, да, оцениваем, да. это действительно большой проект, то вы сразу говорите дата релиза. Бывает такое, что не успевают, не успевают девелоперы, ну, естественно, если девелоперы не успевают, то мы за ними, потому что без кода мы ничего не можем тестировать. То дата релиза переносится, это все оговаривается. Бывает, да, оговаривается с клиентом, что мы не успеваем, и дата релиза переносится. Вопрос следующий. А вот, и получается, у вас получается, наш ровный пак, который 7 минут, нам нужно обозрить. Да, дальше. Да. Ну, ну. Я рассказывала. Смотрите, если вам нужно зарелизить хотфикс, да, я говорю об этом, мы отрезаем новый тег к этой же ветке, деплоившим новый тег. То есть, если у нас ветка 200, мы деплоим 200.1, да, то есть, отрезается новый тег, при нем деплоившим. Да. Вы видите, у вас, в целом, какая ситуация, у вас вот, вот, у нас был наступный критический пак, вот, например, вы заходите на правильную страницу, и у вас приложение лежит. Видишь? Угу. Приложение лежит, то есть, пользователь, например, у него работает система оплаты, пользователь не может залогиниться. Угу. Угу. Я же вам говорю, фиксится сразу, отрезается новый тег от этого, и все, и он заливается на продакшн. То есть, с помощью тега мы все делаем. Нет такого, что, да, вот, ну, таких ситуаций, вот я вам объясняю, что таких ситуаций критичных на проде, это может быть на промежуточном инвайромете, который схожий с продом, но на моей, на моем опыте, вот, такого не было, чтобы у нас лег прод, и все, и ничего мы не можем сделать. Нет, такого не было. Я чуть-чуть, отстаньшка, позволь, я чуть-чуть, немножечко вмешаюсь, да, значит, посмотрите, ведь почему мы сегодня говорим именно о ежедневных релизах, да, не просто о этих релизах, которые мы сейчас не говорим о нем, как о инструментах, которые можно применить к абсолютно любому проекту, а, когда один из вариантов, выстроены системы, да, разработки программного продукта, и ежедневные релизы, это вот та система, которую настроили под конкретный проект, поэтому вот даже тот вопрос, который касался, как вы выбираете, какие и сколько, там, чего-то фиксить, там, или какие-то фичи реализовывать, добавлять в новую рельс, вот как раз эта система, которая выстроена, позволяет, благодаря расстановке приоритетов, да, этих фич, выбирать, обсуждать, и на таких же созвонах, да, как раз можно говорить, вот это, вот это релизом только, точнее, делаем только до следующего релиза, все. Это схема, одна из схем, которые организованы на конкретном проекте, еще раз повторюсь, это не означает, что мы эту, такую схему можем применить к любому проекту, а вот выбирать эту схему или не выбирать, это вопрос уже команды, и как минимум менеджер, который этой командой управляет. Конечно, это все можно модифицировать, то есть у нас тоже сразу не было так хорошо, мы прошли очень долгий путь от того, что у нас сейчас есть вот отлаженность этого процесса, поначалу у нас отрезались ветки и уходили вообще никуда, но потом мы поняли, что нужно их релизить, а не, то есть останавливать процесс, а то бывало так, что вот сегодня отрезалась ветка, а в ней вы, как говорите, баг, ну и все, и ушла она, в следующую, в следующий пофиксим, то есть это оказалось нерациональным, и поэтому вот до такой степени… А в вашем проекте не бывает то, что может быть фич на данный сфотисокам? Нет. Скроить больше, если фича по расслуживанию? Нет, нет, такого не бывает, если фича, она все постепенно релизится, все даты расписаны. Да. А вот вы сказали, что 90% покрывает автотест. Да. А что делают у мануальных тестировщиков и конкретных тестировщиков? Да, рассказываю. Смотрите, когда мы написали тест-кейсы, это пишет КОА, да, разобрали требования, написали тест-кейсы, и у нас есть функционал, да, автотесты еще не готовы. Мы все эти тесты проходим руками, только потом они автоматизируются. Ну, то есть мы их проходим, а параллельно они автоматизируются. То есть каждый день мы проходим? Нет, не каждый день. Мы проходим, если это новая фича, то мы проходим, проводим функциональное тестирование и все эти тесты просматриваем руками еще и в разных браузерах, если это какая-то UI-ная часть, то есть у нас там 6 браузеров и в каждом браузере все просматривают. Но, естественно, есть еще вот те 10%, да, которые мы делаем в регрессии, которые не автоматизированы. Вот. И пишем кейсовые, сняем требования, то есть работы довольно много. И также acceptance, тестирование тоже проводится руками и поддержка самого релиза. То есть все равно, ну, работы достаточно много. Нет, что у вас там 80% автоматизировано, Куа ничего не делает. Нет, в Куа много обязанностей и довольно-таки много работ. Да. Да. Ну, смотрите, на практике у нас там где-то там 6 тысяч кейсов, из них там 5 тысяч автоматизировано. Я же говорю, у нас классная автоматизирована Тима. С Илениум Тима у нас классная, да. Да. Ну, мы говорим Куа, а наши коллеги говорят Куэй. Нет, ну, смотрите, как бы вообще, читая это на английском языке, да, мы говорим Куэй, да. А если мы говорим это как уже в нашем сленге, то мы говорим Куа. Ну, вообще правильно, конечно, Куэй инжинир. Да, это Куа-шечки. Да, ласково говорят Куа-шечки. Сколько команды и сколько автоматизировано? Ну, смотрите, тестировали. Сотношение с работниками с лучшими цифрами. Да, ну, смотрите, вот сейчас у нас идет большая ротация девелоперов, как бы, нас... Смотрите, идет ротация девелоперов, поэтому девелоперов на самом деле сейчас у нас немного, там их, ну, человек 6, там 8, так. А если говорить о Куа, Куа-команда у нас 9 человек и 4 автоматизатора. Это плюс. 9 человек. Да. Да, то есть автоматизаторов у нас четверо, у нас было раньше трое автоматизаторов, потом заказчик принял решение, что ему нужно еще один автоматизатор. И вот теперь у нас так много автоматизированных кейсов и действительно работы у них много, потому что, ну, сами понимаете, 5000 кейсов поддерживать каждый день довольно-таки сложно. Вот. Ну, мы стараемся. с утра пришли, у вас есть отчеты. да. Сначала смотрят меню, да, не автоматизатор. Ну, тут кто первый пришел? Проблема в самом интересе. Кто первый пришел на работу, тот и посмотрел. Ну, просто смотрите, в чем суть, да, пришел первый мануальный Куа, да, он открыл отчет, он не будет смотреть, почему там автотест упал, пытаться его фиксить. Нет, он пришел, тест упал, он его прошел руками и посмотрел, упал он по баге или упал он по какой-то рандомной причине, да, вот, а если пришел автоматизатор, то он сидит и разбирается, а почему он упал, а может там, ну, и свои уже там нюансы выясняет. Судя есть, его попришли. Нет, нет, смотри, это разная работа, то есть мануальный Куа убеждается в том, что нет баги, а автоматизатор фиксит тест, то есть если тест упал по баге, тогда его фиксить не надо, а если он упал там по какой-то другой причине, он должен его прогнать, посмотреть, почему, то есть он занимается этими делами, зачастую еще там что-то нужно перегнать, а может вот вот эта группа почему-то не запустилась, то есть это довольно-таки, ну, это объемный процесс, и там поддержать тоже 700 кейсов up-to-date, это очень сложно. Тестировщики не фиксят баги, баги фиксят девелоперы. Уже еще вопрос, я бы сказал, что изначально на проект там не было такой системы, как долго и сколько вообще усилий понадобилось, чтобы выяснить сейчас, ну, ну, вот знаете, когда нам только об этом сказали, у нас вот так вот все было, да, вот все, мы так противились, мы вообще не знали, как мы будем жить с этим, вот как, перейти, вот у нас был скрам, да, перейти от скрама к такой вот, ну, сейчас мы радуемся, нам нравится. А процесс перехода, был тяжелый? Да, процесс перехода был тяжелым, конечно, и очень, я же говорила, что сначала ветки эти уходили в никуда, мы не понимали, на каком environment какая версия приложения, что нам делать, но оно потом отладилось. Да, ну да, конечно, для начала не было так много заавтоматизировано, то есть был какой-то вот acceptance set 700 кейсов, который мы загоняли каждую ночь, и то сразу мы загоняли эти 700 кейсов, они пробегали один раз за ночь, и утром мы приходили, там, и у нас было по 100 кейсов, которые падали, а потом вот придумали, что можно его прогонять два раза и исключить рандомные падения, ну, это помогло нам довольно-таки много сократить времени на прохождение зафейленных тестов, то есть каждый, да, каждый раз, ну, оно все нарастали, нарастали эти все плюсы, как бы, и отлаживался этот весь процесс. То есть, объяснили, это в пределах года? Нет, это не заняло в пределах года, ну, где-то, я не знаю, месяца три, наверное. да, да, да. просто какой инвалидный используется, то есть, для запуска оттенков, у нас будет, для билдов, будет, то есть, Jenkins у нас. Гид используется, что-то, а, уже, ну, какой контроль премьер? SVN и Jenkins, что еще? Да, систему контроля версии. Мы используем систему контроля версии SVN. Можете почитать об этом репозиторе. Угу, да. Трак. Трак. Да. 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 Можете почитать. Ну, если это все, то, нет. Да. Конечно, довольны. Да. Спасибо. Спасибо большое. Александр. Спасибо. Да.